Здравствуйте! Тут я чувствую, надо немножко просветить публику относительно дозиметрии и радиационной гигиены. Вот так это называется. Значит, ну вот там звучит такой термин, в тысячу раз превышает предельно допустимую концентрацию. Значит, что такое предельно допустимая концентрация, во-первых? Вот предельно допустимая концентрация, за нее принимает воздействие какого-то, значит, концентрация какого-то фактора, да? Ионизирующих излучений, предельно допустимый уровень, кого еще там, химических веществ, при наличии которых вот начинается видимое изменение, да? Вот видимое воздействие на организм человека, да? Там покраснение кожи от какого-нибудь там химического вещества. Так вот, при этой концентрации еще этого не наступает. Вот в тысячу раз еще уменьшаем, вот это будет называться предельно допустимое, да? Вот, во-первых. Значит, когда речь шла о заражении, о распространении рутения, речь шла о том, что в тысячу раз больше обычной концентрации, потому что кругом нас везде, кругом радиоактивные вещества, в какой-то каждый раз пропорции свои, да? Мы постоянно подвергаемся этому облучению. Вот, например, взвесь в атмосфере разных мелких аэрозолей, да? Аэрозоли. Самое опасное из них это аэрозоли радона, да? Вот они, так сказать, природный газ такой, выделяющийся из земли. Радон, продукт распада. Радия или тория. Раньше вообще их называли радон и, так сказать, торон, два было названия. Вот, альфа активный. Побавший в легкие, он, значит, поражает эпителии очень хорошо, потому что альфа в частице быстро тормозится. Как это вот регистрируют? Значит, есть такое валахнистое вещество фильтра Петрианова, да? У нас это так называется. Как называется за границей, не знаю. И вот через этот фильтр Петрианова просасывается огромное количество воздуха. Ну, вот у нас это был такой большой тип пылесос, и по трубке он очень мощно гудел и пропускал огромное количество воздуха. Много-много-много-много кубометров. И, в общем, там должно все задержаться. Очень сложно радон регистрировать, он же альфа активный. То есть он только тот мы зарегистрируем, который на поверхности фильтра Петрианова сядет, да, понимаете? Потому что чуть попал внутрь, он уже альфа частицы не выйдет. Она поглощается тонюченьким слоем поверхностным кожи, вот эта вот ороговевшая кожа уже его поглотит. Чтобы подействовало альфа-излучение, нужно, чтобы его источник попал, скажем, в желудочно-кишечный тракт, чтобы на эпителии действовал, или в легкие. И, кстати говоря, удивительным образом, полоний, от которого погиб Литвиненко в Лондоне, если вы помните, некоторое количество лет тому назад, довольно много уже, он странным образом концентрируется в листьях табака. И поэтому курильщики, значит, вот вдыхая с собой вот табачный дым, вот эти вот мелкие капельки смолы, дегтя, образовавшиеся при сгорании, они еще удобряют свои легкие вот этим самым полониям, да. Вот, видимо, значительная часть вреда от табакокурения связана как раз с традиционным воздействием полония на организм. Вот, вот такие вот дела. Что касается того, где у нас вокруг радиация и что это есть. Если выйти во двор дома со своим маленьким портативным счетчиком ионизирующих излучений, это достаточно простая вещь, когда только кончилась советская власть, их активно продавали, можно отдельно мерить альфа, бета, гамма, все как положено. Вот, то окажется, например, что самое радиоактивное, вот что во дворе будет, это кора деревьев. Она очень хорошо поглощает всякую пыль. А пыль у нас часто радиоактивная. Главным поставщиком радиоактивных материалов вот в окружающую среду является сжигание каменного угля. Дело в том, что при сжигании каменного угля, каменный уголь ведь не только из углерода состоит, но еще и из пустой породы, скажем так, то, что не сгорает, шлак, да. Вот эти частички пыли вылетают в атмосферу. Вот, это вот основной поставщик радиации, да, радиационного фона вот этого нашего. И, кстати, это обычно дело природное. Вы Рио-де-Жанейро-то знаете, там у них есть пляж, сейчас могу неправильно произнести, Пако-Кабано или Какапо, ну, в общем, вы знаете, да, такой там белый песок. Это, так сказать, моноцитный песок, он содержит торий. Торий-Радиоактивный элемент, и он там очень сильно повышен, вот, естественный уровень радиации, вот на этом самом пляже замечательном. То есть не только ультрафиолетовый ожог получаете, но и слегка облучаетесь вот этими вот вещами. Значит, кстати говоря, наверное, самый главный и бредный источник радиации, который вот, с которым мы встречаемся, это радон, газ радон, его выделяет земной шар. И от него очень трудно скрыться, и бывает, когда мы скрываемся от него, оп, нет, от него прямо противоположный результат получается. Вот в Швеции, например, решили, ну, такая экологичная страна, поменьше развивать энергетику, все-таки туголь вылетает, выбрасывает в атмосферу радиацию, ядерный реактор, ну, не упаси бог, и поэтому, ну, всякая рекуперация тепла, вот, чтобы поменьше тепла терять, поменьше проветривать помещение, просто обогащать кислородом, убирать углекислый газ, убирать влагу. И вот оказалось, что шведский такой экологически чистый деревянный дом, он самый радиоактивный оказался, потому что вот радон, как раз вот он собирается там, да. Кстати говоря, принимать душ, да, принимать душ, тоже вещь очень радиационно опасная, потому что вода, она тоже содержит радон, если это вода артезианская, да, наиболее чистая, личная там, о, пропастина, а это артезианская вода. Вот она содержит радон, и когда вы душ принимаете, он, значит, попадает в воздух, вот вдыхаете его вместе, вместе с воздухом, это самый радон. Кто-то курит, а кто-то душ, кто-то моется, да, в принципе, эффект примерно один и тот же. Ну, курит-то обычно больше, чем моется, да, так что курить все-таки вреднее, чем моется, да, вот тем не менее. Вот, вот такие вот дела, значит, на Белом Свете происходят. Ну, вот Америка, меня так учили, что там большая часть электроэнергии, что производится в Америке, она производится в Соединенных Штатах, имеется в виду, производится на угольных электростанциях. То есть, вот, главным поставщиком радиоактивных материалов, это как раз является угольная электростанция, вот, в Соединенных Штатах. Что еще могу вам сказать? Значит, замечательная вещь, детекторы всяких этих излучений, ну, вот на всех приличных учреждениях, где работают с ионизацией, с ионизирующим излучением, на выходе, значит, вот, надо руки приложить, постоять около детектора. Он постоянно щелкает, вот, он считает частицы, которые в космосе прилетают, мионы всякие, да, вот, он щелк, 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 вот так, щелк, 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 вот так вот он щелкает, вот, ну, в секунду, импульс, скажем, обычное дело. А вот, когда речь идет об этом самом рутении, то там, сказали, такая вот концентрация, что-то типа 70 микробекерелей, милибекерелей, простите, на кубометр. Это значит в 1000 секунд 70 распадов, да, вот, в кубическом метре. Представили себе, да, это один распад за сколько там получается, за 15 секунд, да, за 15 секунд, вот, вот, из кубометра, да, 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 еще не факт, что это из кубометра до вас долетит, он может поглотиться в воздухе, вот, этот самый бета-электронный, в какую сторону еще полетит. Да, вот такие дела. Ну, что вам еще рассказать-то замечательного? Радиацию не стоит бояться. Люди, которые профессионально работают с радиоактивными излучениями, они меньше болеют. Это статистически подтверждено. Меньше болеют раком, в частности. Есть такая гипотеза, я не знаю, подтверждается она или нет, ну, как объяснение, почему это так, статистический такой факт. Это то, что, когда, значит, происходит облучение, облучение, излучение убивает в организме клетки, по организму бегут, значит, наши антитела, которые хотят убить, убрать, уничтожить эти мертвые клетки, и случайно по дороге встречают только что появившуюся раковую клетку, ну, и уничтожают ее заодно. Вот, по вызову ехали, ну, в адрес, по дороге встретили и уничтожили. Вот, вот так вот, например, еще, кстати, тоже забавный факт, вроде как, статистически тоже значимый факт у тех, кто работает с радиоактивными веществами, излучениями радиоактивными, у них больше рождается девочек. Тоже, в общем-то, положительно в наше время. Да, девочки – это основа репродуктивного, так сказать, процесса. Да, без девочек мы вот перестанем размножаться. Вот, ну, когда они, конечно, становятся взрослыми, да, входят в репродуктивный возраст. Вот, я вам такие вещи вот рассказал. По-моему, ну, это одним словом не расскажешь, много всего надо. Почитайте. Мухин Константин Никифорович, у него есть такой замечательный двухтомник, экспериментальная ядерная физика, ну, вы, конечно, скорее всего, его не осилите, а у него тоже есть у Мухина как-то то ли занимательная ядерная физика, то ли популярная ядерная физика, что-то в этом роде. Вот, посмотрите, хорошая книжка, наверняка она есть в интернете, копия. Издана очень давно была она, книжка, поэтому наверняка вы найдете в интернете. Хорошая книжка, вот такая вот. Вот, ну, все я вам рассказал, попробовал все рассказать. А, ну, самое главное, несколько денег не попросил. Чтобы нам продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, вы нам, пожалуйста, присылайте ваши денежки, да, не прячьте их по углам. У меня там внизу есть номер карточки, номер кошелька Яндекс, потом PayPal, в общем, вот так вот. Жду, желаю вам удачи, всех вам благ, пока, до свидания.